Здравствуйте! Добро пожаловать на канал 2 Юлия Петрова. Вы на моем канале на YouTube. Я очень рада видеть вас на своем канале. Я очень рада новым подписчикам, в первую очередь. Во вторую очередь у нас сегодня с вами расклад. Очень долго ждали. Давайте посмотрим раскладик. Наконец-то, я надеюсь, все загрузится и все будет работать. YouTube прям вообще не радует последнее время в плане качества загрузки. Но, знаете, все течет, все меняется. Наверное, у них какие-то обновляшки. Вот. Ну что, мои хорошие, кто не подписался на канал, но постоянно смотрит, предлагаю вам сделать это. Не жмотитесь на лайки, не зажимайте. Будьте, ну, такими. Такими, как надо. И не будьте не такими, как не надо. Вот. Значит, что у нас сегодня на канале? Разговор с его душой. Очень хочу посмотреть разговор с душой вашего мужчины. На каких картах буду смотреть разговор с душой? На нескольких колодах. Сегодня будет сложный расклад. За неимением расклада практически целую неделю я хочу вам сделать развернутый большой расклад. Расклад я сделаю на двух колодах. Это вот такая вот колода. Разговор с его душой у нас будет на такой колоде. И на колоде, на новенькой. На этом канале вы ее еще не видели. Вот такая золотая колода. Обе колоды это Таро. У нас еще также будет участвовать Аракул. И мы с вами погнали работать сразу. У нас прошел невероятно великолепный ритуал финансовое благополучие 28 октября. Поздравляю всех участниц, участников. Очень-очень хороший такой прям энергетически наполненный ритуал. Люди были очень хорошие. Хорошая, замечательная аудитория. Вот. И действительно, на самом деле, очень много хороших, замечательных вещей произошло на данном ритуале. Очень много чуда, магии и замечательных вещей. Ну что, поехали смотреть, собственно, на кого расклад сегодня смотрим. На какого человека? Разговор с душой с кем? С кем я сегодня встречаюсь на Эльбе? Значит, в первую очередь, давайте о мужчине все-таки поговорим с вами. Что, если смотрите на мужчину, смотрим на мужчину. Если смотрите на женщину, переводим информацию. Опять-таки, если вам подходит расклад. Если нет, извините, посмотрите что-нибудь еще. У меня очень масса просто раскладов на канале. Ну что, мои дорогие, у меня сегодня для вас расклад человека, который находится, скорее всего, в треугольнике. Да-да, вы не ослышали. Снова у нас треугольники на канале. Снова вся та история, которую не хотелось бы повторять, но она приходит вновь и вновь. Это тема, от которой, к сожалению, наверное, мы никуда в ближайшее время не денемся. Это сложная тема, которая, ну, в принципе, наверное, должна подниматься. И я хочу сказать, что мужчина здесь сам обессиленный этим треугольником. Он и выйти полностью до конца не может, не отпускает вас, и остаться не может. Да, то есть не может никак сделать так, чтобы вы были, ну, вот, скажем так, задействованы в полное участие под его крылышко, чтобы вы могли расслабиться, получать удовольствие от жизни. То есть пока удовольствие от жизни не получает в этих отношениях никто. Я бы сказала, что мужчина очень сильно изменился в последнее время и не в лучшую сторону. Я бы сказала, что это человек, который начал с вами ссориться, какие-то были неприятные разговоры. Это может человек, который ушел в молчанки, который перестал проявляться. Это также человек, который очень сильно формирует впечатление человека, который сжигает мосты. Вы знаете, есть люди, которые пришли, вроде там все хорошо, в отношениях все замечательно. Ну и потом в какой-то конкретный момент, когда уже надо брать следующую ступеньку, человек просто бросает это все дело благое, да, и начинает трансформацию. Но трансформация бывает двух видов. Она бывает в позитиве, бывает в негативе. Наверное, третий вид еще существует. Это трансформация, которая прошла даром, называется ни себе, ни людям, оставить все как раньше. Вот я бы сказала сегодня, что он не в лучшую сторону как раз трансформируется. Это человек, который, возможно, даже заканчивал ваши отношения. Это человек, который уходил, хлопал дверью. Какое-то такое себе поведение, если честно. Да. Пытается с позиции силы действовать. Вот такая сигнификация. Разговор с его душой. Светлая сторона и темная сторона. Хорошо? Разговор с его душой. О вас. О вас. Светлая сторона. Что его светлая сторона говорит о вас? Душа. Что душа говорит? Сегодня интересный, необычный расклад. Смотрите его, пожалуйста, полностью. Я надеюсь на ваши оценки, комментарии, лайки, отзывы о колодах. Нравится, не нравится вам, конечно. Ой, какой интересный здесь идет момент. А вот смотрите, светлая его сторона говорит здесь о том, что вот мы смотрели, да, на дне колоды падал туз жезлов. Вот он, собственно, у нас на стол и выпадает. Туз жезлов, которые связаны с тем, что у человека есть желание четко доказать вам свою правоту. В данном случае именно речь идет о правоте, о своей самости, о том, что я не дурак, и я все знаю сам, и в принципе никто мне не нужен, потому что никто меня не может понять. Здесь очень много карт, да, что он скрывается, вот этот вот напор сил скрывается, да, здесь человек за этим всем. Но по справедливости понимает, что делает неправильно. То есть с этой стороны душа светлая еще, непорочная, неперепорченная, не изуродованное восприятие, да. Следующее, что я хочу сказать, это, наверное, все-таки император и верховная жрица часто сегодня на раскладах выйдут те, у кого мужчина женатый, либо жены, у которых есть соперница в виде любовницы. Но мужчина остается, как будто бы до сих пор привязан к семье. Что вам сказать? Привязан к любовнице в любом случае. Здесь невозможно по-другому сказать, здесь нельзя кого-то начать обманывать, да, присыпать пеплом голову вам, девчонки. И реально есть здесь привязка такая к женщине, к тайной. Очень много у него в душе мыслей тайных об этой женщине. Очень много у него в душе к вам какой-то, ну вот, чувства вины, наверное. Любовница вы или нет, это уже не имеет здесь значения. У него чувство вины, он может плохо спать, он понимает, что он что-то очень важное в своей жизни упускает. И это ускользает в данный момент времени от него, ну, как будто безвозвратно. То есть, окончательно бесповоротно, понимаете? Археологи АУ называется, да? Очень, конечно, это светлая сторона, когда человек со светлой своей стороны понимает, что вроде надо каяться, вроде что-то уходит, что-то рушится. Он понимает, что уже такого, как раньше, нету в ваших отношениях. Еще светлая сторона души, что о вас скажет. Светлая сторона говорит о том, что все равно за вас человек держится. Держится, боится потерять окончательно, да? Что вы, если вы вообще полностью исчезнете, пропадете из его жизни, вы играете роль хранительницы его сердца, души, секрета. Он боится, что вы какую-то тайну, знаете, что это все будет напрасно, понимаете? Вот эта тайна, которую вы здесь хранили, это все как будто, ну, пойдет на смарку. И вся работа здесь, в этих отношениях, как ему кажется, он сделал огромную здесь работу над отношениями. Ну, девочки, извините, будьте любезны. Ну, человек здесь действительно показывает, что он, ну, очень, конечно, относится к вам как к женщине красивой. Вы прям, ну, какой-то эталон. Может быть, есть, конечно, на свете красивее какие-то дамочки, да, вам кажется, чем я. Да, да я там не сам, я там, я не знаю, но вот такая фигура, как у вас, такой взгляд, такие волосы, такие руки, такая походка, да, такая вот манера говорить или, знаете, ну, хоть что угодно, как в этом стихе, как вешаешь пальто, да, вот это цепляет людей, как часто это бывает. Поэтому здесь, конечно, карта звезды – это ваша неповторимость. Ну, нету второго похожего человека. Очень много похожих людей вокруг данного мужчины, но это все не то. Понятно, да? То есть вот духовно очень хочется отмотать время назад, где еще не было сделано такое количество ошибок, где еще можно было как-то, ну, становиться и понять, что все еще можно поменять, все еще очень даже, вероятно, да, по факту можно переделать, можно возвратиться, можно изменить ту судьбу и сделать, наверное, какую-то, ну, просто невероятную вот такую вот шалость, где человек позволяет бросить все и прийти к вам. То есть вот душа жаждет восстановления отношений. Ждет ли он вашего сообщения? Если у вас есть такой вопрос, ждет ли он вообще вас? Ответ – да, он ждет. И даже считая, что… Ой, не было силах здесь восстанавливать отношения. Он считая, что только вы можете поменять. Все, давайте смотреть оракул. Давайте еще и оракул, а тогда возьмем в таком случае два. Светлый и темный. Давайте светлую сторону его души рассмотрим на вот этом оракуле. Он считает, что если вы есть, это как чудо, как праздник, потому что если вы есть в его судьбе, если вы хоть как-то в номинале в каком-то присутствуете даже, может быть, вы не живете с ним так, как, ну, как бы, может быть, вам хотелось и думалось бы, но человек вот здесь считает, что если вы вообще есть, то он бесстрашен, то вы даете какую-то уверенность, защиту действительно. Либо вы действительно девчонки ставили мужчине защиты магического характера. Такое тоже может быть здесь. Я хочу сказать, что вы очень сильно влияете энергетически на этого человека. Если у вас нет, человек пустой. Его жизнь ни о чем. Я хочу сказать, что он… Ему реально нужен отдых. Он понимает, что его душа устала. Лимиты исчерпаны, и там, где он показывал, что у него куча сил, он молодой, красивый, задорный, это как будто бы сейчас не совсем так. Хорошо, это светлая сторона души. Темная сторона души вашего мужчины. Вторая колода, второе ораку. Четыре колоды всего, будьте любезны. Это сегодня раскладик. Я надеюсь на ваши оценки. Мои старания для вас, надеюсь, будут вами оценены по достоинству. Конечно, только по желанию. А то сейчас напишут, выпрашиваешь лайки, девочки. Мне эти лайки не дают ровным счетом ничего. Просто приятно глазу, но как бы рейтинги лайки не очень повышают, я вам честно скажу. Вот такая бесплатная оценка. У меня лайки, как дневничок. Тетрадочка в школе, понимаете? Его темная сторона души. Ну что, готовы? Поехали. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон стороной прошла. Тетрадочка в школе, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон. Значит, смотрите. Конечно, все не так просто. Действительно, человек, темная сторона души. А вас? Если вы знаете, что человек выпивает, в первую очередь у него с этим сейчас проблемы. И он пытается от всего отойти. Либо человек сидит на каких-то транквилизаторах, либо он сидит на каких-то антидепрессантах, да, нейролептиках каких-то. Либо человек здесь действительно что-то должен принимать, и он болен, возможно. И я вам честно скажу, вину на себя класть не надо, но это не обошлось без ваших отношений. То есть ваши отношения с этим человеком повлияли на то, чтобы у него были вот такие проблемы. Сам, не сам там виноват, да, это уже не об этом расклад. Я хочу сказать еще одну важную вещь. Здесь совершенно, ну, скажем, трудно подделать тот факт, что это человек, который жалеет о сказанных словах причем. Не только поступки, да, как было видно на светлой колоде. Он жалеет о темной стороне вот своего. Как он вообще мог какие-то вещи сделать? Он сейчас смотрит назад, оборачивается, он не верит, что это был он. Человек не может поверить, что он сплел вот эту вот паутину, в которой он сам же потом и просто погряз. То есть это человек, который наступил в зыбучие пески и просто сам же в них утонул. Притом сам же эти пески рассыпал везде. Он играл с вами в эмоциональную игру и он заигрался и потерял равновесие. Это когда человек говорил, а я упаду с обрыва, а я упаду с обрыва и ножкой болтал перед обрывом, а потом просто рухнул. Потому что он потерял бдительность и он потерял очень много чего. Если мужчина женатый, возвращаемся еще раз к этой теме. Если мужчина женатый, у меня здесь идет императрица. Это отношения, которые его тяготят. Это отношения, которые по этой колоде показывают, что он зависим от семьи, от отношений. Или это может идти мама, от которой тоже есть некая зависимость. Я хочу сказать, что он чувствует себя в состоянии вот таком виновном. То есть здесь очень... Я не достоин как будто бы какого-то счастья, потому что вот я как-то кого-то тут обидел. Или вот этой женщине императрице как-то сделал больно. То есть я не заслужил там на счастье. Я должен быть один. У него мысли приходят очень темные в голову. Я вам серьезно скажу. Помните, с чего у нас начинался на предыдущей колоде расклад? Эта карта называется Тройка мечей. Смотрите, я ее сейчас достану. Вот видите? Это две Тройки мечей. Вообще очень много карт, которые продублировались сразу. Хочу сказать одну вещь. И то Тройка мечей, и то Тройка мечей. Но это разные Тройки мечей в разных колодах. И это не может нам не говорить о том, что человек здесь, понимая, что он изранил вам душу и сделал вам очень больно. Потому что вот эти третьи лица, о которых вы здесь узнаете, вы понимаете, что вы не в приоритете. Вы понимаете в какой-то момент в этих отношениях, что вы уже не находитесь на том благом педестале, на котором вы, в принципе, должны по факту находиться. Здесь идет туз Жезлов, который тоже у нас падал, да, который показывает нам, что человек пытается быть сильным, и он из этой сильной позиции якобы выталкивает своего человека близкого, своей судьбой. Это очень-очень серьезная проблема на самом деле. Что еще Темная Колода скажет о его душе? К вам. К вам. Тоже Верховная Жрица идет. Очень повторяющиеся карты, тоже Сила, Король Мечей он сейчас, он сейчас холодный человек, который скрывает, что вы ему далеко не безразличны, он к вам привязан, будете вы там любовница или жена, он привязан к вам, у него к вам очень сильная ментальная связь. Также из Темной Колоды здесь видно, что на мужчине может быть воздействие. Воздействие и явно это не вы, то есть здесь это не про вас. Даже если вы что-то делали, это не ваша здесь история. Здесь виден человек, другая женщина и как бы вот такая вот вся история. Кроме того, он выпал сам из Колоды Королем Мечей. Либо воздушная стихия, либо асцендент в воздухе, либо просто человек такой, который должен понять, что ему будет стоить вот это, вот этот холод. Понимаете? Что ему, чего-то оно должно стоить. Оно не может обойтись вот так вот стороной, мимо него пробежаться. Но невозможно. Человек должен научиться отвечать за свои поступки. Тут же он король жезлов, он то есть, то он холодный, то он горячий, то он к вам, как, знаете, гром посреди ясного неба заявляется. То вы очень нужны, то он вам очень рад, тут он уже не рад, тут он уже и забыл про вас через полчаса. Знаете, вот такое ощущение, что человек не находит себе места. Душа не спокойная, не находящая себе вот какого-то положения, понимаете, по темной колоде. Пытаться раскинуть щупальцы везде и в тот же момент быть нигде. Любить женщину, которая, в принципе, ну очень связана с этим человеком и никогда не смочь рядом быть. И быть вот такими накатами в отношениях. Пришел, отошел, пришел, отошел. Но это же не может длиться вечно. Что оракул скажет здесь? Темный оракул. Поехали. Колода перевернутая. Это человек, у которого абсолютно точно есть воздействие. Вот у кого проигралось до сих пор. Все. Это ваши, девочки, история. Человек, который не узнает вас. Он не узнает вас, он считает, что вы в эгоизме в каком-то, что вы исчезли из его пути, стерли все свои следы, замели дорожки. И здесь вы идете как такая вот жрица, опять-таки, женщина, которая невидима в его жизни. Вы можете за ним наблюдать, смотреть, узнавать расклады, но вы в его судьбе перестали быть в какой-то активной фазе. Вы за него не боретесь, вы не боретесь за его отношения, вы не боретесь за его время, внимание и тому подобное. То есть этого нет по факту. Следующее, что он понимает, что у вас может быть какое-то заблуждение об отношении того, как себя надо с ним вести. Но он к вам привязан. Он привязан и он считает, что, во-первых, он на вашем теле завязан. Во-вторых, он привязан к вам как мужчина. У человека есть к вам привязка. Даже если он по магии уведен кем-то другим или еще есть какие-то внешние факторы, все равно знайте о том, что человек здесь падает как привязка на вас. Так что вот такой у меня сегодня информационный поток был для вас. Расклад невеликолепный, а замечательный, наверное, я бы сказала, или превосходный, ну просто абсолютно, да. Нет слов. Хочу сказать, что супер информативно. Я надеюсь, что вам расклад понравится. Пожалуйста, поддержите лайками, чтобы YouTube, наконец, дал нам возможность больше выгружать роликов, потому что очень многое закрывается сразу автоматически. Я думаю, это связано, конечно, с моими другими раскладами. Но я буду продолжать делать свою деятельность, потому что этим надо заниматься. Я нужна людям, и эти расклады вам нужны. И те расклады нужны. Надо работать, мои дорогие. С вами была Юлия Петрова. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok